Привет, прекрасно! У меня просто страшное количество новинок, и мне уже не терпится накраситься вместе с вами. В этот раз у меня будет небольшое количество ухода. Эту баночку тонера я заказала подружке, кажется. И мне он так понравился, что я решила вам показать. Я пользуюсь им совсем недавно, но тем не менее он такой приятный. У него очень удобная штучка для набора средства. Его можно поставить. Очень приятное, увлажняющее ощущение от него на коже остается. Классный, я даже ничего от него не ожидала, но решила поделиться, потому что мне прям понравился. Можно ли считать новинками то, что я использую давно? Просто хотела поделиться, что сыворотка от The Ordinary у меня уже заканчивается, и она мне не зашла. Я взяла какую-то самую, мне кажется, одну из популярных базовых. Не очень понимаю ажиотажа вокруг нее. Она скатывается, но моему мужчине вполне себе окей. Я на нем в итоге ее пытаюсь добить. Это бренд я купила здесь в ДМ, потому что мне совсем не нравится эта сыворотка. Я хотела что-то другое. И блин, как же мне понравилось. В этой сыворотке вот такой вот интересный цвет и прикольная текстура какого-то молочка. Я пользуюсь ей два дня, а результат уже виден. Главное, как-то очень круто увлажнил мне сухие участки кожи. Я покупала здесь в Сербии, но увидела, что есть за я, поэтому решила поделиться. Тоже купила как средневременный вариант. Когда заканчивается, у меня начинается стресс. Я покупаю что-то про запас, чтобы, знаете, не сидеть совсем без крема. Для моей сухой кожи это невообразимо и невозможно представить. И самое удивительное, что вот в комбинации с сывороткой, опять же, у меня исчезли шелушения. Что это сработало? Они вместе. Сыворотка классная, крем крутой. Но в любом случае мне очень нравится его текстура. Это просто базовый крем. Не гелевый, не жирный. Он хорошо впитывается, приятно распределяется. Такой, знаете, скользкий и скользкий крем. Моя терминология просто оставляет желать лучшего. Наконец-то мы переходим к моей любимой части. И начинаю я вот с такого вот сиси. На больших скидках в золотом яблоке я его себе взяла. Это какая-то, видимо, корейская. Я почему взяла? Я люблю плотные тона. Но знаю, что вы любите легкое. Много кто у меня, кто смотрит, не красится. Я решила протестирую, посоветую девчонкам. Отзывы были странные. От ничего не перекрывает до отличное тональное средство. Короче, в итоге для меня это все-таки как SPF. Действительно, ничего не перекрывающая, выбеливающая штучка. Но кожу делает такой немножко приятной. Поэтому думаю, что буду использовать в качестве SPF. Но, девочки, это не тональное средство 100%. Видите, просто чуть-чуть выбелено лицо. Без какого-либо вообще перекрытия. Как я уже сказала, у меня огромное количество среди вас любителей BB-кремов. И я решила попробовать таким Мишу. В прошлом у меня был когда-то давно, очень давно. Другой совсем BB от Миша. И я от него не была в восторге. Но я тогда особо не то чтобы не умела краситься, но не увлекалась этим. Не особо разбиралась в продуктах. Поэтому я его очень долго не покупала. Но слишком-слишком часто о нем все упоминают. Я решила его так и попробовать. Я ношу спонжем влажным от Mandi Pro. Собственно, в BB у нас ничего нового. Серенькое покрытие. Я больше люблю тональные средства, потому что все-таки вариаций цветов там больше. Я люблю все-таки желтенькие, более естественные натуральные оттенки. Не натуральные, а назовем это загорелые. Красиво сиящее покрытие. Мне напоминает, наверное, он чуть легче, чем Dr. Jart. Как минимум, потому что он более текучий. Но блестит красиво, конечно. Я такое люблю. Следующим этапом нанесу консилер. Просто он стоит каких-то смешных денег. И очень много у кого в фаворитах не удержалась, взяла. Не понимаю, откуда складывается такая стоимость. У меня каждый раз вопросики, когда это стоит до 200 рублей. Из чего это сделано? Я им уже немножечко пользовалась. Увлажняющий, хорошо перекрывает синячок. Хотя у нас и бибишка перекрыл синячок. Консилер мне в целом понравился. Нужно, конечно, больше мне времени, чтобы понять по стойкости, по носкости. Но он, знаете, никуда не забивается. Вот я сейчас разношу, ничего не подчеркивает. Оставляет вот этот эффект влажной кожи на лице. То есть он не сухой и не окисляется. Очень давно не было у меня новиночек для бровей. Потому что брови я не люблю. И сама не очень часто что-то для них покупаю. Но вот Манли, спасибо им огромное. Прислали мне две штучки такие. У нас гель для бровей и воск. На правую сторону мы нанесем гель. Такая кисточка. Текстуре, я так понимаю, да. Это просто гель. Они у меня, если честно, все не очень обычно хорошо держат. Ну, слушайте, мне нравится, что пока что он не оставил налетов. Здесь увидела, что солнцезащитный крем, который мы наносили, он немножко забился в поры. На вторую бровь я наношу воск. Он уже как-то немножко остается. Но если вот так пройтись второй-третий раз, то все нормально. Очень интересный формат. То, что это воск вот в таком виде. Но воск немножко, конечно, виден на бровях. Я думаю, что вы знаете о том, если следите за мной, что я фанат кремовой скульптуры и бронзирования. И мой любимый Ружбани Руж, который нигде и никогда не найти. Я подумала, что вот эти две штучки от Гош, это бронзер скорее, хотя написано кремовый контур. Что это что-то похожее, но сильно отличаются оттенки. У Гош их всего два. И это такой немножко желтоватый. Это такой коричневатый, уходящий в режимку. Но оба мне в принципе нравятся. Оба рабочие. Но это все-таки не скульпторы, это бронзеры. Ружбани Руж, он с некоторой розовинкой. То есть это скульптор бронзер. Вот. И здесь такая же пуховочка, которая выдавливается средство. И обязательно нужно не забывать закрывать. Иначе все это вылится. Давайте для наглядности нанесу на одну сторону светлый. И быстро нужно тушевать. Светлый это 0,1 оттенок. А темненький это 0,2. Видите, какой он темный. Мне опять же показалось, что Руж Бани Руж чуть полегче тушуется. Но на самом деле нужно просто не тупить и тушевать этот продукт сразу же. Тогда он не начнет застывать. Такой пластичный BB на лице, что вообще все как по маслу расходится. Томненький второй оттенок. Он такой уже как бронзер идет. Скульптором даже близко не назвать его. Мне обе стороны нравятся. Возможно, я бы пользовалась вторым оттенком. Потому что он поярче. Сразу же видно, что мы только что с Мальдив приехали. И первый такой более деликатный, спокойный, безопасный. Назовем 0,1 безопасным оттенком. Хорошечки. Но вам решать, решать или не решать. Страшно давно куплен у меня этот бронзер. Лежал. Все мне его рекомендовали. Все хвалили. Мне кажется, что... Давайте звук анбукинга послушаем. Упаковочка... Ой. Это что такое? Почему это не кисть? Пахнет кокосом. Здесь у нас кисть вентилируется. О, и зеркало. Я сначала хотела немножко захейтить упаковку. Но теперь такая тут и зеркало, и кисточка. Пушистую кисть. Может быть, я не то купила. Баттер бронзер. Да. Это должен быть такой вот сатиновый. Он прям подчеркивает рыжину. На самом деле, это все смотрелось бы нормально. Опять же, на более теплом цвете тонального средства. Сейчас мы использовали очень холодный, уходящий в зелено-сероватый бибишку. Такие теплые продукты смотрятся сразу же рыжими какими-то. Но на песочником каком-нибудь, айбори тональном, это все будет смотреться уместно и приемлемо. Неприятность эту мы переживем. Ну что, мой зайчик? Не пускает? Ужасная женщина. Да. Если честно, думала, что у него будет более такой какой-то сатиновый финиш. А это такая, наверное, матовая. Хотя нет, нет, нет. Все, я беру свои слова обратно. Может быть, за счет того, что у нас здесь тон такой влажный, сияющий. Оно, это сияние просвечивает. Но оно сияет. Мне очень нравится. Я такое люблю. Но еще раз, смотрится достаточно рыженьким. За этой пудрой от Inglot я достаточно долго охотилась, потому что не было моего оттенка. Это такая пудрочка для зоны под глазами. Но я думаю, вполне его можно беспроблемно носить на все лицо. Такая упаковка закрывающаяся, что очень даже удобно. Насыпаю в крышечку и наношу под глазки. Видела многих рекомендаций. И знаете, что мне очень понравилось? У нее невероятная бархатистая текстура по финишу. Просто действительно прям какая-то удивительная. Пудрочка такая немножко сгладила рельеф. Невесомая, прозрачная. Но при этом заметен некоторый эффект именно блюрищий. Но не в жесткую какую-то софт-тач матовость, а более натуральную. Мне очень нравится. Собственно, ожидаемо. У нас воск получше себя чувствует. А гель, видите, немножко здесь опали волоски. Но гель я всегда использую в два слоя. Именно вторым я выкладываю бровку. Дальше новинка в моей косметичке. Это румяна сияющая от Seventeen. Но я ими уже пользовалась. И очень хочу вам показать. Потому что это очень трендовый финиш. Это очень трендовый финиш. Я набрала, пока рассказывала 50 тонн продукта. В общем, это что-то между румянами и хайлайтером. Потому что это какая-то такая розовая сияющая история. Мне нравится вот так заполировывать кожу. Получается в жизни очень красиво. И можно без хайлайтера. А я хайлайтер не очень люблю использовать. Ну, люблю, но нет. Я люблю сияющую кожу, но не использую хайлайтер. Мы закончили оформлять лицо. Переходим к глазам. У меня здесь вот такая новиночка от Golden Rose. Конечно, у нас большое количество вариаций теней. Ой, если честно, он такой темный. Я думаю, чуть посветлее беру, чтобы наносить на все веко. Но мы сейчас просто затемним. Настроение у меня, конечно, как вы понимаете. Ну, нет, цвет очень красивый. Просто рыбка. Приходите ко мне на курсы. Слушайте, он растушевывается в такую вообще незаметную дымку. Просто нужно, наверное, все-таки наносить на руку. Вот где я сводч нанесла. Я возьму кисточкой и добавлю немножечко вау. Да, это очень круто, что он не такой пигментированный, как вот здесь. И можно его вот так красивенько втушевать веко. И получить коричневый благородный оттенок. И такую подложку. Можно просто в одиночку использовать на все веко. И носить такие смоки на себе. Мне очень нравится. Я хотела такой оттенок у Artvisage. Вышли у них кремовые тени. Но вот коричневый как раз-таки его почему-то не стало в наличии. Я такая, ну, не судьба. А Golden Rose стенд находится у нас тут прям в Сербии. Эти кремовые тени, конечно, можно сделать ярче. Но у меня есть определенная задумка в макияже сегодняшнем, чтобы попробовать остальные продукты. Поэтому наношу просто легонечко как подложку. Но смотрите, с этим свитером, мне кажется, такой макияж уже очень даже красиво. Следом беру от Catrice в оттенке 0,70. Это такой бордовенький. Ну, на самом деле, вот на руке вообще смотрится коричневым. Автоматический карандаш. И пририсовываю им ресничный край с внешнего уголка. И с внутреннего. Пририсовываю форму вытянутого глазика, чтобы сделать стрелку, потом тенями. Класс очень быстро застывает. Нужно им быстро работать. И это клево, потому что у него хорошая стойкость. На руке, смотрите, он уже не двигается. Офигеть. У меня состоится ощущение, что он здесь какой-то коричневый бордовый. А на глазах он тушуется в какую-то холодную дымку сероватую. Не понимаю, почему так происходит. Но в любом случае карандаш используют для стойкости как подложку, чтобы макияж продержался дольше. Если вы смотрели фавориты года, то в люксе это бренд Artvisage в категории тени. Очень классно тушуется, наносится, пигментация и стойкость. Здесь у нас, конечно, куча подложек. Понятное дело, что за счет этого все будет прекрасно. Но вы... Ой, здесь зеркало есть. Короче, я ее уже открывала, если честно. И это очень красиво. Очень красиво. Я тащусь от тени Visi Art. У меня еще нацеленность на приобретение матовой палетки. До сих пор у меня ее нет. Выбираю все время цветные. Как всегда, оттеночек посветлее я буду наносить в складку. Является цвет макияжа. Мне нравится. Беру кисточку поменьше и вот этот вот красивый бордово-коричнево-фиолетовый оттенок. На центр века мне очень хочется уже попробовать вот этот вот сияющий оттенок. Ну а я вот так вот пальчиком, прихлопывающими движениями... Я бы сказала, что этот оттенок скорее сатиновый, но при этом он все-таки переливается из одного оттенка в другой. Смотрится очень интересно. Особенно если сделать вот такой рисунок, где темный, светлый, темный, то этот перелив... Просто чтобы вы верили мне на 100%, я вам показываю, что я случайно заказала две подводки. Это Luxe Visage Matte Tattoo. И это лучшая подводка за свою цену. Соотношение цена-качество. Точнее, качество даже лучше, чем цена. Мы переходим к моей любимой части. Покажу вам огромное количество продуктов для губ. Надеюсь, они не уничтожатся. И начну я с карандашика 02 Influence. На самом деле, когда я тестила его в магазине по приезду в Россию, мне очень понравился свотч. Но когда я смотрела на грифель в прозрачной упаковке уже карандаша, который не тестер, и я возьму себе, я понимала, что он значительно теплее. Но подумала, ну, 02 оттенок должен быть, как в тестере, 02. В итоге он, мне кажется, на губах теплее. Но, возможно, конечно, за счет того, что это мои губы, и цвет немножко, опять же, может меняться. И это было на руке, я тестировала, а это кожа губ. Короче, цвет может поэтому отличаться. Но я осталась и мне очень довольна, потому что он теплый. Показываю его вам. Такой супер натуральный оттенок. Живых губ. Итак, у нас здесь карандашик от Influence автоматический 02. И сверху хочу нанести блеск. Тоже 40 оттенок, это 17. Тоже хотела сказать, что это такой сочный, яркий оттенок. Яркая одушка, это матовая бумага. Я не понимаю, но походу это матовая помада. Я жила с мыслью, что купила блеск. Слушайте, ну если убрать глаза, сделать какой-то максимально натуральный макияж глаз. Может быть затемнеть чуть контурочек все-таки, чтобы контрастик появился, чтобы он не был слишком светлым. Мне нравится на центре губ очень. Даже будет красиво, свежо смотреться. Но опять же, я бы делала контур потемнее. Давайте сделаем контур потемнее. Добавила темный контур. 422. Это гелевый карандашик для губ от Shoe. На центре у нас 17 матовая помада. Если честно, у меня очень ярко цветочная, мне кажется, одушка, которая до сих пор немножечко ощущается. Уверена, что выветрится, но она все-таки есть. И до этого мы наносили вот этот карандашик от Influence. Получаем вот такие губы. Дальше у меня еще куплен. Минуточку, не расходимся. Вот такое вот масло. Такое вот масло. Маслушко от Golden Rose. Видела много у кого в рекомендациях. Такое вот масло. И наносим сверху. Я хотела блеск. Я его получаю. Цвет на самом деле этот масло не дает. Оно дает только глянцевый финиш. Ну как красиво. Согласитесь? Не к этим глазам абсолютно. Ну. Губы. Если абстрагироваться. Очень даже. Следующая комбинация. Это карандашик NYX. А свотчах он мне показался супер красивым, карамельно-холодным. Но в итоге он все-таки тепловат. Сейчас посмотрим, как будет в кадре смотреться. Оттеночек 0,5. Ну и в целом симпатично сейчас смотрится в экране. Вот. Я нанесла только по контуру. И на центр у меня снова Golden Rose. Я на самом деле купила несколько продуктов, чтобы снять обзор одного бренда. Но мне так все понравилось, что я выбралась, что я решила и на инночках поделиться. Это глянцевая помада. И мне кажется, она идеально с этим карандашом сочетается. И опять же, абсолютно не подходит моему макияжу глаз. Ну вот так вот и живем. Хотя согласитесь, что губы вообще изумительно смотрятся. Матка в оттеночке 0,3. И обязательно все ссылки на продукты, на средства оставлю в телеграм-канале. Не забывайте подписываться. Следующий карандашик я не показывала в роликах на ютубе. Это Pastel 205. Но много у кого видела. Это уже холодный коричневый оттенок. Красивый нюдовый карандаш. На самом деле, несмотря на то, что в дереве, он очень бюджетный. И действительно кайф. У меня здесь следующая находочка помады в 259 оттенке. Это бренд Aura. К сожалению, доступен только для Европы. Ждем, когда привезут в Россию. Но это сербский бренд. Это кремовая помада, которую вот так вот делаем. И получаем губы в стиле Ким Кардашин. Капленький персиковый оттенок. У меня в последнее время, как вы можете заметить, тянет на какие-то не трупно-холодные. Но очень красиво. По сути, это то же самое, что я высветляю консилером. Но типа, только помада. Следнее сочетание. Будем надеяться, что оно все-таки похолоднее. Будет хорошо смотреться с нашими глазами. Это карандашик Провок 211 оттенки. Я покупала его в Ревгоше. И знаете, в чем прикол? Я подумала, какой идеальный оттенок. А он оказался очень светлым, еле заметным. Его как бы не то чтобы по контуру. Я люблю по контуру потемнее. Но знаете, если нужно прям увеличить губы. Или центр заполнить чем-то стойким и красивым. То вот видите. Это прям цвет-цвет моих губ. Но оттенок благородно-холодный. Как раз таки, мне кажется, все. Мы сейчас соединили свитер и макияж. Я уже начала думать, почему я так оделась под такой макияж глаз. И посмотрите, какой хорошенький. Это у нас бренд Revolution. Они все с одушкой. В зеркале капец они спорят. Влеск и карандаш. Он прям трупный. Мне не хватает контраста. Я пойду еще посмотрю новинки. Чтобы вы... Мы все-таки нашли комбинацию. Я может быть больше как раз таки покажу вам продуктов для губ. Но это прям очень холодно. Очень бледно. Очень... Ну, я такое люблю. Но, опять же, карандашик поярче. Очень плотный цвет. У меня как раз таки спрашивали непрозрачный блеск. Вот он непрозрачный. Тоже какая-то есть одушка. Но я уже практически ее не чувствую. Я вернулась к карандашику ProVogue в 211 оттенке. Вообще обожаю эти карандаши, Анна. Они гиперстойкие. При этом комфортно наносятся. Просто на центр мы нанесем все-таки что-то розовенькое. Я надеюсь, что помадка от L'Oreal 642. Самый популярный оттенок. Я решилась на него. Что у нас тут? Блин. Он опять выглядит теплым. Но это все последнее, потому что мои губы уже не вывозят. Это очень красивый, тепловатый, не бледно-холодный оттенок. Но при этом он очень гармоничный. Хорошо смотрится с холодно-розовым карандашиком. Трупненьким, бледненьким. Поэтому вот он из-за того, что скорее всего он прозрачный. Он в целом такой немножко подстроился под нашу холодность. Я думаю, что мы готовы закончить это видео наконец-то. Совсем забыла показать вам еще одну новинку. Но такую, которую я использовала. И немножечко поделиться своим горем. Потому что меня немножко возмутило. Хайлайтер от Estee Lauder. Я накопила огромное количество баллов на карточке золотого яблока. Решила купить себе что-нибудь такое, чтобы не купила в обычной жизни. То есть не кремовый скульптор, не кремовый бронзер. И купила себе хайлайтер. Но он оставляет пятна. То есть у него достаточно темная цветовая подложка. Если носить в зону с хайлайтера, то он очень заметен. Я взяла причем самый холодный и самый, я так понимаю, средний оттенок. И всех остальные были теплее и прям бронзирующие. Вот. Единственное, что какое решение я нашла. Это пушистой кистью наносить. На зону как раз таки бронзирования очень вуально. И получается такую, знаете, у нас как бы тут и так все сияет. Но вся эта история будет сиять еще сильнее. Короче, если честно, у меня случилось немножко ожидания реальность. Это, конечно, чертовски красивая история. Но я сама виновата в том, что я там не изучила. Но я не могу сказать, что я не изучала. Потому что я капец как много всего посмотрела перед тем, как его покупать. И то, как он себя ведет, я считаю... Ну, кстати, да, даже здесь он у нас достаточно темный на руке. Короче, я снимаю это только, чтобы предупредить вас, что это неоднозначная вещь. Красиво, вуально можно вот так распределить. Получите вот такую заполированную вот кожу. Я просто к хайлайтеру готовила себя. Я сейчас пятно ставлю на... На своей визажной карьере. Кому-то понравится, кому-то нет. Я бы отнесла это все-таки к гиперсияющим бронзерам. Потому что для бронзера он прям дико сияет. Ну, прям... Невероятно сияет. Я думаю, вы поняли. Пока что не решила, останется он у меня или нет. Но просто-просто я должна была вам сказать, кто если не я. Потом мне говорили, что все рассказывают, что он темный. А я такая, где эти все, когда я пересмотрела весь англоязычный ютуб, не зная английского. Возмущение. Как вы поняли, нет предела. Спасибо, что смотрели. Обязательно оставляйте комментарии, что понравилось, что хотели бы себе приобрести. Надеюсь, я не зря столько губ на себя нарисовала. И что-то из этого вам действительно приглянется. Не забывайте подписываться в Телеграм. Во-первых, я там оставлю все ссылки на продукты. Очень хочется привлечь ваше внимание к самому Телеграм-каналу. Потому что там каждый день выходят полезные, клевые, интересные ролики на разные темы. И подписывайтесь туда. И я там, кстати, оперативно отвечаю. Если я не ответила, напишите в Телеграм еще раз. И не стесняйтесь писать. И третий раз я забыла, не увидела, заболела. Но я там всегда стараюсь отвечать. Мне стыдно. Я знаю, что девушке одной обещала номер консилера. И она один раз написала. И я теперь ее найти не могу. Просто дублируйте, не стесняйтесь. Я всегда очень рада вам отвечать и общаться с вами по поводу косметики. И я здесь, собственно, для того, чтобы с радостью это делать. Пишите обязательно здесь. Мне это очень важно. Спасибо, что смотрите. Я вас обожаю.